ГЛАВА СЕДЬМАЯ Молодой человек в несвежей одежде, с изрядно помятым лицом, поднял глаза на меня. Здравствуйте, чем могу помочь? Хочу генератор купить, бензиновый, на 3 киловатта. Есть столько на полтора, двадцать тысяч. Я посмотрел на ценник. Пять тысяч триста девяносто девять. Продавец проследил за моим взглядом, пожал плечами и объяснил. Большой спрос. Брать будете? Буду. Оформляйте. Продолжение и будьте прокляты я оставил при себе. Ну, нужны им эти смешные бумажки, что ж поделать. Стараются они их побольше добыть. Я не жадный, берите. Мне генератор нужнее. А то в деревне еще бог весть что с электричеством. Там и телефон-то за 20 километров раньше был. По дороге в магазин таксист был непонятно молчалив. Словно размышлял о чем-то. И мои попытки вывести его из задумчивого состояния ничуть не удались. Он отделывался односложными «угу» и «может быть», явно не собираясь делиться со мной информацией. В городе все еще шло по-прежнему. Но люди уже были чуть пришиблены. Они начали чуять изменения. Магазин, в котором я закупался два дня назад, закрыт. Ларек у дворе почти пуст. Только чипсы и газировка. Даже орешки кто-то выгреб. Зато есть хлеб, свежий, недавно привезенный. И очередь в десять человек за этим хлебом. Уже сухари сушат. А ведь ничего по телевизору, ни по радио, даже не шепчутся. Черт, как же я оторван от народа. Нет у меня ни друзей, ни товарищей. Док есть. Три подружки на одну ночь. Взрослые, замужние. Встретились, разбежались. А приятелей, которым можно кинуться, нет. До двадцати лет я был уверен, что умру. Так чего ж заводить близкие отношения? А потом… Куда поддаться одинокому человеку, чтобы узнать слухи, которые передают на ухо только своим? В интернет? Так там все меньше сайтов откликается. В очередях можно постоять. Но их пока, таких больших немного. Да и опасно это. Покажется кому-то что-то, так забить могут со страху. А скопление людей всегда первая цель для террористов. Террор. Начнется ли? Второй день, а я только одного мага знаю. Себя. Может, я вообще один такой? А паника учен уж совсем по другому поводу. Ну, там, прорыв из параллельного мира, пришельцы-людоеды или в самом деле эпидемия с тяжелым бредом. И лежу я сейчас дома в прихожей на полу, брежу, пить прошу и воображаю не весь что. Сдохну ведь, никто не почешется. Ну, в собесе разве что. Они раз в три месяца инвалидов обходят сейчас. Как помру, запах учуют, наверное. Кстати, а в чем я горючку для генератора собрался держать? В пластиковых сиськах и литровых банках? Иной тары у меня в доме нет. И удлинитель надо докупить. К тому же надо взять деньги со счета. Все, что можно, пока они еще имеют ценность. Доллары я вчера разменял, на них-то и куплен генератор. А вот евро решил придержать. США, как ни крути, у нас не слишком уважают. Попасть туда хотят, а вот уважать не хочет народ. Уж слишком долго долбили по мозгам пропагандой. А Европа — это сила. К тому же деньги у них значительно красивее, что немаловажно. Если что, можно будет на стенку прилепить, глаз радовать. К отделению Сбербанка я подошел совсем упав духом. Сколько дел, а определенности никакой. Ну, полгода жизни я себе отвоевал, да весны дотяну. Но что же все-таки происходит? Хорошо фильм смотреть или книгу читать. Там все ясно сказано, что делать и кто виноват. И с главными героями тоже постоянно что-то случается. Не заскучаешь. А у меня вот что-то… Видимо, не главный я герой. По сюжету. Пройдет через месяц добрый молодец сквозь балконную дверь, спасаясь от пришельцев. Найдет мой труп. Генератор вот хозяйственно под мышку сунет, да в кладовке двустволку найдет. Ею потом главного злодея прикончит. Из последних сил. На стекле перед оператором висел листок. Лимит пятьдесят тысяч в день. Сожалеем. Простите, извините, так получилось. Ну и пусть. Мне осталось только мелочей накупить. Тысячу двадцать уложусь, наверное. Да билеты придется купить. Надо успеть, пока полеты не отменят. Если вдруг отменят. И еще у меня немного останется. Хорошо, что по кредитке все в банкомате снял. Операционист, молодой парень лет двадцати, протянул мне деньги и замер, хмуря брови и смотря мне за спину. Всем стоять, не двигаться, это ограбление. Я и не двигался, смотря на отражение в зеркале за спиной операциониста. В дверях стоял молодой парень с помповым ружьем, ко мне шел его старший напарник с пистолетом. По спине пробежали мурашки. Надо же, а я думал, это только в книгах такой штамп используется. Оно вот как. Только в книгах нет ничего насчет дрожащих коленей и позывов в туалет, сбегать по всем делам сразу. И не говорится в книгах про бессильную злость на себя. Ведь мог же я утром заново обкастоваться, так чего же не сделал? Расслабился в ворота, поставив. Дебил. От злости прошла дрожь, сменившись угрюмым осознанием, что сейчас мне придется что-то делать. А что делать, я и не знаю. Как будто по миру прыгать, это я придумал, а вот что делать, если ствол в лоб, это я пропустил как-то. Клади сюда, быстро, урод! Я кинул пачечку, только что полученных купюр в подставленную сумку. Хороший саквояжек. Кстати, давно такой хотел, с ремнем и вместительный. Мужик, мимоходом ткнув меня стволом в нос и придав пинком ускорение, оттолкнул к окну. Сам перепрыгнул стойку и протянул сумку к кассиру. Где вообще охрана? Какого черта? Почти в центре города вооруженный налет на банк. Не магический, а словно из книги про лихие девяностые. «Леха, обменник!» Мужик кивнул сообщнику, приставив ствол к колбу тетки, по-видимому главный тут, и намекнул. «Тебя пристрелить или сама сообразишь?» «Деньги, тварь!» Тетка тут же начала объяснять, что основные суммы хранятся не в зале. Выстрел был удивительно тихим, а тело упало совсем не так, как в фильмах. Ни распахнутых рук, ни красивого отлетания, просто марионетка с обрезанными нитями, да еще упала как-то под стол, словно пряча простреленную голову. «Твари! Быстро деньги в сумку, бляди!» Мужик шипел. Он явно слетел с нарезки и был готов стрелять дальше. Мой кассир дрожащими руками открыл ящик, начал роняя доставать купюры, кидать их в стоящую перед ним сумку. Потом зачем-то начал туда же ссыпать мелочь. Стоявший у двери бандит то и дело грозно поворачивая выставлял ствол, но молчал. Молчали и посетители, только всклипывала тихо какая-то девушка. Леха пару раз стукнул в железную дверь, обменника кулаком, потом выругался и отступился. Даже мне было ясно, что сидевшая там кассирша легла на пол, и теперь ее не достать. Не думаю, что она спасала деньги. Своя жизнь дороже. Я успокоился. Страх кончился. Осталась усталость. Стойка красиво изгибалась, оставляя у окна свободное место с маленьким столиком. Вот под этот столик я и начал сползать, открыв рот, выпучив глаза и сжав на груди куртку. Стоявший у двери тут же направил на меня ствол, пригляделся и потерял интерес. Сердечник, большое дело. Тут процесс идет, работать надо. Леха, время! Ух ты, у них даже таймер есть. Серьезные ребята, наверное. Их на улице и машина с водителем ожидает. А теперь тихонечко. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Невидимость. Эту формулу я даже без лога помню. Стоявшую у двери тут же навел на мой закуток стволы. — Леха! Тут бля! Вот дробовик бабахает, гораздо внушительнее пистолета. Он сделал еще два выстрела, но я уже полз на коленях вдоль стойки, от которой отшатнулись остальные посетители. — Черти! Что творится? Грабят, убивают, стреляют. Никого не боятся. Куда милиция смотрит? Прямо надо мной мелькнули ноги бандита. К счастью, не задел. Прыгнув сразу на середину зала, чуть не поскользнувшись на скользкой плитке. — Лежать! Лежать и молиться! Кто сунется к двери, убью! Все поверили. Народ, даже сидевший на мягких скамейках, тут же начал падать на пол. Бандиты кинулись на утек. — Ну уж нет. Это мои пятьдесят тысяч. Я их полгода откладывал. Когда я выскочил из зверя, то, что с дробовиком, оббегал припаркованную шестерку, а второй, размахивая пистолетом, пытался открыть дверь. Наркоман они, что ли? Мозгов чуть. Убивают, не задумываясь. Оружием светит посреди дня. Замри! Замри! Вот что хорошо в оцепенении, так это то, что оно из невидимости не выводит. Так, сумку. Убийца держал ее крепко. Пришлось поворачивать из схватки. Пистолет? Пригодится. Пришлось сначала сунуть голову ему под руку и, нащупав предохранитель, сдвинуть его вверх. После чего вытянуть из руки. Вот же странно. Сумку он держал куда крепче. Ему деньги важнее оружия. Я машинально сунул оружие в карман и отступил. Дробовик может взять. Так у меня свой есть. И тащиться с оружием по городу было бы странно, даже и невидимкой. Эта… А невидимость не слетела? Она при атаке автоматически слетает же. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Хорошо, что заклинание можно обновлять не снимая. Из дверей магазина выснулся какой-то мужик. Дверь стеклянная, видно насквозь. А он на коленях стоя выглядывает. Ой, не привык у нас народ к боевой обстановке. Ой, не набрался еще навыков. Ничего, научимся. Так, деньги. Черт, хорошая сумка. А брать нельзя. Не могу, не мое. Найди я ее, оставил бы все себе, без сомнения. Но вот после убийства, зная, что там и других людей ограблены достояния… Быстро присев, я вытащил пачку бумажек из саквояжа, наскоро отсчитал свои пятьдесят тысяч пятаками и, сунув их в карман, протиснулся под рукой замерзшего бандита, кинув сумку в салон машины. У дверей осторожно появился все тот же мужик. Убедившись, что бандиты не двигаются, он почему-то не кинулся подальше, а наоборот, как-то косо согнувшись, осторожно, по шагу, начал приближаться к машине. Дойдя до убийцы, он посмотрел тому в лицо, потрогал рукой и, вдруг размахнувшись, неловко, но сильно ударил в живот. Тут же избиркассы повалил народ, загласили бабки-тетки, побежали мужики, два парня в рубашках с бейджиками. Сначала бандитов просто хотели скрутить, но, видимо, окоченелость была принята за сопротивление и их начали бить. Пришлось встать у двери, ждать, пока выбегут все желающие. И откуда их там столько? Дайте уже тележку забрать. Она хорошая, вместительная, колеса широкие, дутые. И генератор мне тоже нужен. И те три кило сахара, купленные по дороге. Купил бы больше, да генератор и так тяжелый. Наконец я смог зайти, схватил сумку и выкатил ее в дверь. Этот мат у нас с речью зовется. Мужики топтали бандитов с остервенением, даром, что те даже не шевелились. Вдруг все раступились. Я увидел, как один из грабителей, тот, что с дробевиком был, обмяк и сменил позу. Похоже, после смерти действие заклинания кончается. Решив не дожидаться окончания сцены народного суда, я бодро пошагал в сторону станции метро, по пути вытаскивая дрожащим руками пузырек с таблетками.